Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admirals и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы как всегда обсудим, как закрылась неделя предыдущая, что нам ожидать на этой неделе, поговорим о рынках и разберем, конечно, текущую ситуацию. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Итак, прошлая неделя у нас закончилась позитивом для фондового рынка, ту коррекцию, ту просадку, которая была в середине недели, ее выкупили к концу и фактически индекс S&P 500 приблизился к отметке 4200. Ну, тот сценарий коррекции, о котором мы говорили, он пока не реализовался. И вполне вероятно, что уже следующую волну технической коррекции мы сможем увидеть в мае и как раз, может быть, будет реализовывать сценарий sell in May and go away. То есть закрывай позиции в мае и уходи на лето с перерывом. Но если говорить на текущий момент, то есть то, что происходит на рынке, во-первых, продолжается сезон отчетов, компания отчитывается хорошо и, пожалуй, где-то 5 из 6 компаний превысили консенсус оценки. Что, с одной стороны, может говорить о заниженных ожиданиях экспертов. То есть на фоне коронакризиса аналитики закладывали меньше ожидания, но, с другой стороны, также способность адаптироваться к коронакризису. То есть, с одной стороны, перестроиться. Также на этой неделе будет решение ФРС по процентной ставке и по монетарной политике. Об этом сейчас как раз и поговорим. Начнем с сезона отчетов, то есть что сейчас происходит и посмотрим данные, которые представлены на портале FactSet по текущим результатам, которые были опубликованы в пятницу. Собственно, мы увидим, что большинство компаний отчитываются позитивно, лучше, чем было. Особенно хеллскер, особенно коммуникация, особенно недвижимость, информационные технологии. Ряд компаний здесь дали. Мы с вами обсуждали отчет компании Intel, который не порадовал инвесторов. Но хуже всего идут пока utilities. Также здесь важно отметить то, что рост доходов тоже сохраняется. В первую очередь, это финансовый сектор, сектор потребительский, сектор материалов. И хуже всего пока показывает себя энергетика и сектор industrials. Но в целом пока действия идут позитивно на текущий момент. Теперь вернемся к тому, что мы обсуждали ранее. Это вероятность как раз повышения доходности облигаций, что может вызвать некоторые опасения на фондовом рынке. Собственно, сейчас рынок находится на локальных максимумах. Доходность 10 лет, как она, скорректировалась. Но вот по тем прогнозам, которые были от экспертов Wells Fargo, то здесь они как раз ожидают в мае скачок доходности по данным облигациям. И вполне вероятно, что как раз вот этот тренд, он возобновится. Ну и вот на фоне с этим, как раз коррекция уже на фондовом рынке тоже может последовать. Ну а на этой неделе у нас достаточно недельная, важная неделя с точки зрения отчетов. Будут опубликованы отчеты по крупнейшим компаниям, Apple, Microsoft, Amazon, Google, также Facebook. Все отчитаются на этой неделе. Но это последняя неделя апреля. И вот ключевые имена, собственно, будут отчитываться на этой неделе. Собственно, практически треть компаний будет предоставить свои отчеты за первый квартал. В целом, да, как мы уже говорили, то есть движения идут пока позитивно. Ждем те движения, которые будут со стороны администрации Байзена. На прошлом неделе обсуждали это и повышение налогов до 39% на прирост капитала для физических лиц. Ну и также инфраструктурные проекты, которые Байден планирует делать на текущий момент. Собственно, по тем событиям, которые ожидаются на этой неделе. Сегодня, в понедельник, индекс диалог климата выйдет по Германии. Заказы на товары длительного пользования по США. Здесь ожидается прирост. Предыдущий показатель был негативным. Но, опять же, здесь динамика сейчас идет позитивная по данному индикатору. Во вторник будет пресс-конференция Банка Японии. Также индекс доверия потребителей от CB. В среду, ну вот среда, наиболее значимый день, за которым важно следить. Здесь будет изменение запасов, да, как всегда. Ну и также решение ФРС по процентной ставке. Ну и пресс-конференция. Собственно, если говорить по процентной ставке, то сейчас мы видим, что, конечно, ставка, скорее всего, останется на прежнем уровне. И по FedWatch Tool, то есть мы видим, что 96,7% за то, что ставка сохранится. Но уже, если мы идем дальше, на июнь, сентябрь и ноябрь, на принципе, до конца месяца, то уже вероятность повышения процентных ставок, если раньше она была ноль, да, то есть мы с вами смотрели там прошлого месяца, и фактически такого рынок не закладывал. То есть сейчас уже 10% на то, что вероятность повышения ставки, она сохраняется. Конечно, здесь нет каких-то значений выше, да, 10%, но если смотреть на декабрь, то уже также закладывается вероятность на то, что ставка может быть повышена до 0,75, да, то есть рынок тоже это ожидает. Пока, на текущий момент, вот переваривая ту ситуацию, которая сейчас происходит на рынке. В четверг будет информация по ВВП, да, здесь ожидается хороший прирост по прогнозу, то есть предыдущее значение было 4,3, это квартальный ВВП и ожидается 8%, то есть здесь прирост, он крайне хороший и крайне позитивный для экономики США. Ну и также в пятницу выйдут данные по ВВП по европейским странам, и здесь не везде ожидается прирост, да, то есть мы видим, что в Германии, да, есть небольшое снижение и в ряде других стран, да, то есть также в Канаде есть небольшой прирост, но в целом, да, то есть пока США, по крайней мере, отыгрывает эту новость довольно-таки хорошо и довольно-таки позитивно. А теперь, что у нас происходит на рынке по евро? По евро мы увидели новый хай, сейчас мы торгуемся чуть ниже отметкой 1,21. 1,21, собственно, рынок был несколько перекуплен на прошлой неделе, но вот как раз пятница закрылась слишком позитивно, да, в данном случае, но это, к этому нужно быть готовым, то есть я пробовал входить здесь тоже в шорт, совсем небольшой стоп-лосс, я его переносил уже после того, как мы видели вот это движение вечером в четверг, ну, собственно, с расчетом на то, что мы не увидим перехая, и тогда цена могла пойти вниз, поэтому здесь я крайне аккуратно подходил к этой позиции. Собственно, стоп-лосс здесь сработал, цена сейчас ушла выше, ну, собственно, жду новых точек, где цена у нас может остановиться, хотя сейчас уже есть вероятность того, что мы переходим как раз в фазу роста, и те коррекции, которые будут после того как раз обновления максимума, которые были, их уже имеет смысл распадривать вновь на ориентир на покупки, да, по евро. Но, опять же, коррекция здесь вероятно будет, и посмотрим, как она будет реализовываться. По британской валюте также мы на прошлой неделе видели коррекцию, сейчас коррекция завершается, и была также коррекция в течение прошлой торговой недели, собственно, сейчас по британской валюте, опять же, вырисовывается больше восходящий тренд, да, то есть на продолжение как раз роста, поэтому здесь я для себя тоже поставил отложенный ордер на коррекцию, сегодня цена уже закрепилась выше максимума, которые были в пятницу, если сегодня будет еще одна волна коррекции в рамках 50% от размера движения, которое было в пятницу, то в эту позицию я бы вошел, тейк-профит максимум 20 апреля, стоп пока за минимум 22 апреля, то есть, ну, вот такая кулятивная сделка здесь может быть как раз реализована на продолжение тренда. Сейчас вот как раз за этой ситуацией слежу. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь пока тренд сохраняется нисходящий, долго мы торговались в области поддержки, которая как раз была на уровне минимальной значения, которую мы видели 21 апреля, 22 апреля, собственно, в пятницу тоже я пробовал входить небольшим объемом на то движение, которое у нас было. Ну, во-первых, 20 апреля мы закрепились выше максимума, которые были 19 апреля, и здесь риск был буквально 0,2%, то есть на тот случай, если будет волна еще одна роста, но она сейчас здесь не реализовалась, собственно, здесь из позиции тоже сегодня позиция закрылась, и здесь я жду продолжения данного нисходящего тренда, потому что пока он не был сломлен, и фактически здесь мы можем увидеть пару американский доллар, канадский доллар на менюх, который мы видели в марте, поэтому здесь пока остаемся наблюдать. Пара американский доллар, японская иена продолжает лететь вниз, собственно, были некоторые признаки остановки в пятницу, ну, по крайней мере, то, как закрылся день, но уже сегодня мы продолжаем снижаться вниз, и первые покупки, которые здесь могут быть реализованы, если сегодня цена сможет закрепиться выше максимума, которые были сформированы вчера, тогда будет иметь смысл как раз поискать здесь дополнительно покупки, да, по данному инструменту на продолжение роста американского доллара, по крайней мере, небольшим объемом здесь я буду для себя эту позицию рассматривать. Австралийцы и новозеландецы здесь тоже, пока мы торгуемся выше максимума, которые были сформированы, ну, в первой половине апреля, собственно, пока здесь динамика у нас сохраняется восходящая, и австралиец не смог закрепиться ниже отметки 75.70, чтобы начать как раз, ну, волну нисходящих движений, собственно, сейчас мы торгуемся в области сопротивления, и австралиец пока для позиции здесь не рассматривается, то есть только если будет чуть более, еще одна волна коррекции, то тогда буду здесь заходить, ну, и плюс-минус такая же ситуация по новозеландцу, здесь я пробовал, да, заходить в шорт пару дней назад, да, на прошлой неделе, но пока здесь новых позиций открывать не буду, будет, если будет еще одна волна коррекции, то по наименьшим ценам здесь данные сделки я рассмотрю. Золото, золото, довольно-таки тоже неплохо себя вело в апреле, практически до отметки 1800 мы скорректировались, но общий тренд, общая динамика пока сохраняется нисходящая, из текущих уровней, а также для себя я рассматриваю возможность зайти в шорт по данной позиции, тем более, что в пятницу был сигнал на то, что продавцы начинают перехватывать инициативу, то есть в пятницу мы смогли закрепиться ниже тех уровней, которые были совершены в четверг, и здесь, опять же, крайне аккуратно я хочу войти в эту позицию, если рынок даст, я поставил отложенный ордер, стоп у меня стоит за максимумы, которые были 21-22 апреля, собственно, если будет вот эта небольшая волна коррекции, которая в течение сегодняшнего дня может реализоваться, то в шорт по золоту тоже я для себя рассмотрю и войду. Индекс DAX, ну и в принципе, индекс DAX также продолжает расти, собственно, отбились от области поддержки, которая была сформирована в середине прошлой недели, сейчас динамика восходящая здесь сохраняется. С одной стороны, можно было ставить отложенный ордер, как раз после того, как цена закрепилась 22-го апреля выше максимума 21-го апреля, но здесь я не рассматриваю данную позицию, поэтому здесь отложенный ордер я не ставил, и в позицию здесь я не вошел, но в целом пока динамика выглядит восходящей, особенно если сегодня мы сможем закрепиться выше максимума, которые были сформированы в пятницу. S&P 500 откупили ту коррекцию, которая была, давайте сразу же посмотрим часовой таймфрейм. Собственно, да, мы попытались уйти в коррекцию как раз в начале прошлой недели, затем ее быстро откупали, затем мы видели, ну, такой коридор 4,120, уровень 4,180, и вот в нем мы и колебались. Ну, собственно, неделю закрыли позитивно, даже немного переписали локальные максимумы, то есть немного исторический максимум был переписан. Поэтому, скорее всего, сегодня Америка также откроется позитивно, и вполне вероятно, что сегодня или завтра уже 4,200 по S&P 500 мы сможем увидеть. А нефть марки Brent продолжает колебаться в достаточно узком диапазоне, сейчас торгуемся по 65, общая динамика здесь пока сохраняется нисходящая, да, с точки зрения часового таймфрейма, ну, если мы увидим обновление минимумов, которые вы видели в пятницу, в четверг, то, собственно, динамика нисходящая здесь, скорее всего, продолжится. Ну, и в целом, та же самая ситуация по индексу Dow Jones, также торгуется достаточно близко к локальным максимумам, NASDAQ, а также небольшое, ну, буквально там меньше процента от исторических максимумов, NASDAQ доходится. Поэтому, с одной стороны, да, если резюмировать, то рынок чувствует себя довольно-таки неплохо, мы торгуемся по локальным максимумам, но вероятность опасения с точки зрения монетарной политики возрастает, с точки зрения, как раз, доходности облигаций она возрастает, поэтому, скорее всего, коррекцию мы с вами сможем увидеть уже непосредственно в мае. Ну, опять же, под коррекцию здесь мы понимаем снижение там на 5-7-10%, которая с точки зрения как раз технической картины уже назревает и может быть реализована. Ну, а на сегодня это все. Не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Также наш вебинар с Александром Элдером пройдет завтра, не в среду, а завтра, во вторник. Поэтому также на нем будем рады вас видеть. Ссылочка на регистрацию будет в описании к этому видео. Ну, а всем желаю хорошей торговой недели. Всем спасибо за внимание и до свидания.